Как на всё найти время? Как на всё время? И как его не потерять? Современные условия диктуют довольно жёсткий ритм жизни. А как в этом ритме и мире живётся женщине? Со своими мечтами, желаниями, семьёй, мужем, детьми. Счастлива ли она? И какова эта формула счастья? Я попробую это узнать, пообщавшись с героинями проекта. Эти леди всегда в деле. Они успевают всё. Находят время и на себя, и на тех, кто им дорог. И формулу счастья и успеха этих женщин я постараюсь найти. Вот так бывает, что жизнь удивляет, порой вдохновляет и увлекает. Таким увлекательным стало для меня общение с Ириной Даниловой. Знакомьтесь, она психолог, лингвист, бизнес-леди, которая очень увлечена благотворительностью. И вообще, она удивительной судьбой женщина. О ней и с ней мы сегодня и поговорим. Опережая события, скажу, жизнь Ирины Даниловой совсем не сказка. Хотя некоторые события иначе как чудом не назовёшь. Девушка росла в обычной семье. Родители дали хорошее образование и воспитание. Кстати, образование у Ирины три. Но в жизни, как говорит она сама, пригодилось фактически всё. Особенно то, что связано с общественной деятельностью. Социальная сфера не могла не дать мне возглавить некоторые комитеты, комиссии, которые существовали в Московской области. В своё время я возглавляла комиссию в разных общественных организациях. На данный момент, всё упоминать не будем, но на данный момент являюсь заместителем председателя в торгово-промышленной палате областной. Являюсь лидером нежного бизнеса по северо-востоку. Вот Щелково город, Фрязино город, Ивантеевку тоже мы сейчас будем поэтапно развивать. Лосино-Петровский, возможно. Поэтому вот эта общественная история, она всегда социальная. То есть, если ты общественник, ты должен понимать, что ты всегда живёшь для своего женского дела, для своей миссии, возможно, для каких-то гражданских инициатив, не только женских. И ты каждый день просыпаешься и встаёшь, понимая, что тебе нужно сначала отдать, а потом только, возможно, взять, а возможно, нет. Как решит мир, как решит Вселенная, как решат люди. Самоотдача – это не просто слово, а девиз, который сопровождает жизнь моей героини. Отдавать она умеет и делает это со всей душой. Частный детский сад «Эль Бомбини» – это первое и самое долгое дело Ирины Даниловой. Кстати, все свои проекты она называет «Делом Даниловой». А вот что входит в список этот дел? Ну, во-первых, руководство садиком. Подбор персонала, психологические консультации, тренинги, мастер-классы, активное продвижение, движение «Нежный бизнес», работа в качестве заместителя Торгово-промышленной палаты области. На этом поприще бизнес-проектов Ирина – важный и целеустремленный организатор, исполнитель и, конечно, активный участник. Благотворительный фонд «Доверяю», который возглавляет Ирина Данилова, уже несколько лет активно помогает детям и мамам, которые попали в сложную ситуацию. Проводится сбор средств на лечение и реабилитацию, в том числе глухих детей. Вокруг нее собираются единомышленники, единомышленницы, женщины, такие же леди в деле, и она им помогает, самоотверженно, с самоотдачей. Танцы у нас есть, у нас есть гончарное дело, у нас есть логопедия, психология с элементами такой вот арт-терапии, либо индивид-подходов. У нас есть очень много интересных физкультурных моментов, связанных с ребятами, которые нам помогают по дополнительному образованию это делать, на здоровье направленные деток. То есть у нас много таких интересностей, если можно так выразиться, которые мамам нравятся. Все-таки 10 лет – это не год. Если говорить с точки зрения женской логики, конечно же, подобное тянется к подобному. Если люди видели, то, что я могу дать какую-то информацию, могу дать своим примером помочь, допустим, как у нас сейчас в женском движении, есть девочки, которым я помогаю, из девочки, которая стояла у плиты и пекла кексики и пирожные, стать поставщиком интересных таких даже где-то крупных кафе и ресторанов города Щелково и других городов. Поэтому я думаю, что если они видят, что я могу что-то дать словом, делом, напутствуем, конечно же, они будут моей командой. И мы вместе, я люблю слово «мы», мы вместе будем двигать какие-то одни такие навыки. Плюс поддержка. Все-таки, да, в наше непростое время никто так не поддерживает друг друга, как женщины. Нежный бизнес – важный проект, как для всех его участниц, так и для самой Ирины. Она не просто объединяет женщин, которые ведут свой бизнес, но координирует, помогает искать возможности реализации. Миссия нежного бизнеса – создать сообщество вдохновленных, успешных, счастливых и целеустремленных женщин. Нежный бизнес – это место, где они находят друг друга, где их слышат. Это дает им силы и окрыляет. Так обозначена главная идея этого сообщества. Его поддерживают власти области и торгово-промышленная палата. А я думаю, что самая сильная интуиция с точки зрения женской логики, она у женщин. Поэтому, если у нас будет вот такая интуиция, наш богатый опыт и наша вот эта многозадачность, тогда мы, конечно же, будем помогать мужчинам, зарабатывать их большие деньги и тратить их с умом. Говоря о важной миссии женщины, Ирина, несомненно, подчеркивает, как важна мужская поддержка женских инициатив. Ведь восприятие женщин в современном мире, хоть и изменилось, однако все же порой, женщин совсем не спешат воспринимать всерьез. Как говорится, это мужской мир, и самые большие ресурсы все же принадлежат мужчинам. Но и у женщин здесь есть свои маленькие хитрости. А если мы будем говорить о нежном бизнесе, то это все на общественных началах. Никакой заработной платы там нет и быть не может, потому что это было организовано с подачей Министерства инвестиций и инноваций, о том, чтобы лидеры по муниципалитетам проявляли свою гражданскую активную женскую позицию именно на безоплатных основах. Поэтому я всегда говорю, сколько у меня хватит мотора, и вот этого движения быть лидером, столько я им и буду. Подобное тянется к подобным. Если ты хочешь быть вовлеченным в какую-то общественную, такую гражданскую женскую позицию, ты обязательно будешь вовлечен. И вот эта степень вовлечения, она и будет отвечать за тот успех в той или иной общественной организации. Если ты погружен, погружена, то обязательно будет отдача. Я правильно понимаю, это такой момент, что ты ведешь свой бизнес, и ты какую-то часть прибыли с этого бизнеса отдаешь, ну, можно сказать, на благотворительные цели. То есть с кем ты делишься. Я правильно поняла, как это все устроено? Примерно так. Но тебе за это дают возможность, опять же, себя показать где-то, проявить и так далее. Если это обуть в какой-то такой практический язык, да, конечно же, я как лидер прошу своих коллег где-то уделить времени, помочь создать презентацию. Я прошу своих коллег помочь мне найти, там, допустим, информацию какую-то. С утра встаю, ее ищу, да, чтобы дать актуальную информацию по мой бизнес, по торгу промышленным палатам, по другим общественным организациям. Ищу информацию от губернатора Московской области, все ее подаю в чат, да. И, соответственно, если какой-то девушке нужна помощь в юридической какой-то компетенции, в бухгалтерской, мы все это имеем. И это создается именно на таких пока общественных началах. Возможно, потом мы придумаем что-то иное. Но на данный момент совершенно безоплатная история. И даже если это будет что-то иное, я думаю, что это не будет бизнесом никогда. Да, общественность не предусматривает заработка. Она предусматривает выстраивание стратегии политической, где-то даже общественной, лидерской, такого некого своего позиционирования, некого лидера мнений. Поэтому, конечно же, все это вот в такой... Это совсем не деньги. Это не деньги, да. Деньги должны быть в бизнесе. Общественность – это не о деньгах. Однако бизнес без денег таковым в полной мере быть не может. И тут Ирина в качестве руководителя нежного бизнеса охотно рассказывает, как это работает. Конечно, мы покупаем у своих. У нас даже есть такой лозунг. Покупаю у своих. Допустим, если ты сейчас захочешь испечь торт, купить букет, купить квартиру, шторы, я не знаю, допустим, одеть свадебное платье, заказать ведущего, либо, допустим, приобрести даже землю, что угодно. Я открою свой телефон и найду любого специалиста. А уже ты потом решишь, профессионально, компетентно это будет довериться этому специалисту, либо нет. Но как по опыту и как некое сарафанное радио я это обязательно дам. И, конечно же, мы стараемся приобретать у своих в первую очередь. И друг другу давать какие-то, допустим, безоплатные где-то услуги. Юристу, психолог, психотерапевт, допустим, как психолог, представитель недвижимости, как представитель недвижимости. Взаимная поддержка – вот основа любого дела, за которое берется Ирина Данилова. Уж кому, как не ей, знать, как это важно. В жизни моей героини было немало испытаний. Она без какой-либо протекции получила образование, построила собственный бизнес, ведет авторский проект «Допрос с доверием» на канале YouTube, а также проводит психологические консультации, развивает общественные инициативы. Но всего этого могло бы и не быть в ее жизни, как, собственно, и самой жизни. Несколько лет назад Ирина попала в серьезную аварию, которая многое поменяла в ее жизни. Если позволишь, вернусь все-таки к теме, ты упомянула, что пережила клиническую смерть, и мне всегда интересно, что там было? Ты помнишь? Я помню ощущение, понимание, что жизнь – это как частичка атома, как частичка молекулы. Что вот она есть, вот ее нет. И глобальность мира в сравнении с одной человеческой жизнью, она… глобальность мира чересчур велика, и, с другой стороны, они равнозначны. То есть вот это понимание, что ты есть в жизни, ты есть, в принципе, этот мир, если посмотреть на это сверху. Так и бывает, что самые неожиданные и порой страшные события помогают преодолеть этот самый главный страх. И, что называется, сделать вывод, извлечь опыт, переосмыслить и продолжать жить и развиваться. У меня есть муж, мои родители, мои родственники, мой сын, мои 50 детей, моего частного детского садика и мое немыслимое количество детей благотворительного фонда, потому что некоторые даже приходят и складывают ручки и тихо говорят спасибо, и это трогает до слез. Если говорить о семье, да, она у меня есть. Часто бывает, что я замечаю, что я не успела дать ей достаточно времени. Я сразу же начинаю это балансировать. Допустим, сейчас каникулы, да, у моего ребенка, и когда мы с тобой договорились, я ему сказала, сынок, ну вот вчера за грибами ходили, да, то есть попели мы с ним, поем по вечерам иногда, значит, пошутили, поговорили по душам. Ничего страшного сегодня с одноклассниками, с друзьями, по нашему поселку проведешь ее мнение, мам, нормально. То есть мы с ним договорились, вечер будет у сына. Потому что каникулы, так нужно. Вот, но иногда бывают моменты, что вот работа, да. Сын относится с пониманием, близкий муж, родители тоже, потому что, собственно говоря, ну как не относиться с пониманием к делу человека, с которым ты одной кровью или одной какой-то там частички души. Ты либо его принимаешь, либо не принимаешь. Настоящая леди в деле, а то и в нескольких. Для Ирины Даниловой нет однобокого восприятия женщины исключительно как мамы, жены, хранительницы очага, нет. Она прекрасно знает, жизнь настолько разнообразна и многогранна, собственно, как и сама женщина, что все, что нам дается, нужно принимать. При этом, говорит она, мы сами творцы своей судьбы. Люблю говорить вот такую преамбулу. Все ждут годы счастья, месяцы счастья, минуты счастья. Я считаю, что даже вот в 15 минутах у нас с тобой сейчас идет диалог, и я немножечко где-то счастлива, потому что я могу поговорить с человеком, который меня слышит, понимает, поговорить о важном мне в том числе. Вот 15 минут счастья, я думаю, что может себе организовать каждый человек. Это обнимашки с близким, это какая-то мега-идея, которую ты преобразуешь в данный момент. Это дело, которое ты делаешь. Это глаза твоего ребенка. 15 минут счастья мы можем себе позволить. Я думаю, что не нужно искать год счастья. Найдите каждый день свои 15 минут счастья. Мастер дел разнообразных, профессионал, красивая женщина, мама, жена, психолог, руководитель, благотворитель. И еще она пишет. Пишет не только в соцсетях, поддерживая своими постами женщин, матерей, детей, которым нужна поддержка. Она пишет книгу о своей истории. Делится историями, которые узнала как доктор душ человеческих. Она спокойна, даже если дует ветер перемен, ведь она точно уверена, сможет поднять паруса и отправиться в новое путешествие. И куда? Ирина Данилова непременно выберет сама. Редактор субтитров А.Семкин